Все очень просто. Воздух у нас поступает сюда. По этим трубкам начинает течь топливо, которое поступает непосредственно в камеру с горами. Там оно смешивается с воздухом. Сердце самолета, которое позволяет ему взлететь. Из чего состоит и как работает авиационный двигатель Никиту Барханского интересовало со школьных лет. Сегодня он учится в объединенном ВУЗе. Говорит, студенческая жизнь захлестнула с головой. 102 сны, спортивные соревнования, работа в правкоме, скучать не приходится. Парень уверен теперь, когда аэрокосмические и государственные университеты стали единым целым, для студентов откроются новые горизонты. Абсолютно различные отрасли, когда сливаются в одно единое целое, это получается очень большой, интересный, многогранный университет, в котором ребята могут достичь больших высот, как мне кажется. Поэтому это несомненный плюс для Самарской области в целом, но и для нас, учащихся. О том, какими видят небо и космос гуманитарий, Никита узнал от студентки исторического факультета Юлии Неймарк. Ребята сразу же нашли общий язык и быстро подружились. В этом году девушка участвовала в платоновских чтениях и рассказывала о влиянии космических достижений на геополитику и мировоззрение людей. Говорит, возможность учиться вместе с теми, чьи разработки способны совершить переворот в человеческих умах, настоящая студенческая удача. Я считаю, что мы должны вообще интегрировать свои силы и помогать друг другу во всем, потому что действительно они должны разбирать техническую составляющую, а мы должны попытаться это все объяснить со стороны человека, наверное, каких-то моральных аспектов. Это тоже интересно. Это невероятная научно-техническая площадка, которая поможет развиваться и науке, и обществу в целом. Действительно для нас, как для студентов, это большое подспорье для будущего. И Никита, и Юлия признаются, от объединения вузов они ждут перемен к лучшему. Пока же студенческая жизнь идет своим чередом. Одно ребята знают точно, им есть чему поучиться друг у друга. Марьяна Мирная, Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.